здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас и хочу в первую очередь поблагодарить вас мои дорогие а если бы не вы то этого разбора не было бы дело в том что я пыталась скачать это видео с канала ксении собчак я не понимаю что за карма меня преследовала на видео какие-то не знаю как чары небесные были наложены почему-то у меня не скачивалась и благодаря одной из моих подписчик кстати откликнулись многие но прислала мне видео подписчица ольга огромное спасибо ольга вам за это видео благодаря тому что я получила таки это видео в свое распоряжение я смогла сделать разбор поэтому спасибо вам большое за то что вы у меня есть за то что вы откликаетесь на все мои просьбы и вообще за вашу активность за то что вы остаетесь со мной невзирая на то что у меня есть определенная политическая позиция которую я постоянно озвучиваю но ладно сегодня я буду делать разбор поэтому давайте вместе уже приступим итак первый фрагмент я хочу вам показать эмоцию страха вот буквально недавно я возобновила работу над над тем чтобы доделать свою свой курс по эмоциям которые еще до нового года был начат потом вот так получилось что я слишком затянула а потом вообще просто руки опустились и вот сейчас как раз я работала над эмоции страха и вот вышло видео буквально на днях по этой эмоции страх и удивление там вот очень похожи они но вот здесь в данном контексте знаете очень жаль что вот работу с этим вот разбором я начала уже после того как выпустила то видео по страху потому что там конечно много примеров в каждом в каждой эмоции у меня там минимум 50 примеров а то и больше но вот было бы очень хорошо если бы в тот курс вошла вот вот этого вот этот пример вошел давайте смотреть я продолжаю оставаться что случилось я продолжаю оставаться слабо мотивирован интуитивным оптимистом мне почему-то вопреки логике продолжает казаться что за дурной сон закончится раньше чем мы ожидаем и очень многие видите какие эмоции ну во первых мы видим что он качает головой нет поджимает подбородок и самое главное мы видим эмоцию страха вот на курсе эмоции кстати если кто-то еще не подписался обязательно приходите к нам потому что я там четыре признака по которым отличается эмоция страха от эмоции удивления и вот один из этих признаков это но они в общем-то похожи и один из признаков это то что удивление намного быстрее проходит чем страх а здесь вот прям именно страх он нам показывает расширенные глаза немного при поднимании бровей ну вот здесь как раз именно страх и напряжение рта тоже говорит о страхе они о удивлении потому что при удивлении роб рот расслабляется поэтому вот вот вам пожалуйста яркий пример того что он говорит казалось бы жизнеутверждающие вещи казалось бы ну оптимистичный настрой какой-то пытается дать но все его тело говорит о том что он сам себе к сожалению не верит и это ну тут констатация этого факта не вселяет лично мне никакой радости но тем не менее я как специалист должна это отметить и ну я это делаю поэтому вот смотрим как это все выглядит хотя знаете вот именно он смотрит сейчас мы следующим фрагментом визуальные ключи будем рассматривать но забегая немного вперед он смотрит вниз он ищет внизу воспоминаниях он ищет в тактильных ощущениях ответы на свои вопросы но все равно ну видимо найдя какие-то ответы тело все равно ну не не дублирует сказанные слова поедут обратно я бы во всяком случае хотел чтобы когда мне возникает желание поехать туда или сюда это не было отягощено какими-то дурацкими дополнительными проблемами огромное спасибо зрителям и их очень люблю и очень по ним скучаю и очень надеюсь что видите пожимает плечом качает головой нет и опять смотрит в эту область мы сейчас к этому подойдем следующий фрагмент будет про это мы увидимся в обозримом будущем к сожалению телом он не верит в то что говорит ну к сожалению хотелось бы мне верить хотелось бы мне поддержать но вот мы с вами занимаемся именно невербальным поведением мы с вами разбираемся именно тем что ну выводим на чистую воду то что человек может быть сам для себя боится озвучить и в данном случае к сожалению видны вот эти реакции тела теперь давайте посмотрим визуальные ключи как мы это любим делать когда человек говорит о воспоминаниях когда он что-то фантазирует и здесь вот прям четко у него это все не расходятся вот вот эти ключи с тем что он говорит давайте смотреть знаешь я вот раньше во времена собчак живьем очень многим гостям задавал такой вопрос вот что должно произойти чтобы ты эмигрировал и часто даже с друзьями мы играли в такую игру все давали разные ответы вот какой твой ответ на такой вопрос ну ты знаешь я такие вещи никогда не видите вот он себе пытается представить свизуализировать и смотрит как раз вот в эту область смотрим дальше не вот не прогнозирую вообще это не в моем устройстве характера я решаю проблемы по мере их поступления видите а потом когда он говорит уже о каких-то более практичных вещах о том как он подходит к решению каких проблем да он смотрит уже в эту область и вообще вниз внизу у нас как правило то что мы можем пощупать то что мы ну можно сказать брали в руки да а вверху это то что мы где-то там вдалеке где-то может быть мы себе можем представить где-то можем увидеть но мы это не чувствуем мы это не ощущаем запахом там запах не ощущаем не ну в общем это где-то далеко да и вот по этому мы можем понимать насколько для человека это близко да и очень важно задавать вопросы да сначала прощупать его на вот эти вот визуальные ключи да куда он смотрит в случаях когда мы просим его там что-то представить да или там и и в случаях когда он описывает то что он ему знакомо то что он щупал то что с ним соприкасалась да и вот куда он при этом смотрит это для нас очень важные ключи естественно то что он щупал это на самом деле было а то что он себе представляет это это как бы могло быть да могло не быть но это уже скорее все-таки больше из области фантазии потому что если человек хоть раз что-то пощупал он пытается это вспомнить именно тактильное ощущение и глаза у него будут смотреть именно в ту область в которую вот сейчас у андрея макаревича вот он как раз в эту область смотрит а дальше это кстати вот этот эти ключи вам помогут и если вы еще раз захотите пересмотреть это интервью пожалуйста у ксении собчак я не знаю что там произошло со скачиванием очень надеюсь что все-таки там нет никакой блокировки потому что ну прям какой-то рок висит над его интервью но я в принципе догадываюсь учитывая нашу цензуру который сейчас развивается и цветет простите полным ходом я не удивляюсь поэтому очень рекомендую вам пересмотреть это интервью потому что да невзирая на то что человек уже можно сказать не так интересен да у него нет вот этого юношеского задора нет у него каких-то знаете революционных высказываний ну того что действительно в его песнях очень много этого раньше было но тем не менее человек с большой мудростью ну уважаете вы его или нет но мне многие мысли показались очень близкими это лично мое мнение ну опять я начинаю свое мнение навешивать поэтому я наверное перейду к следующему фрагменту и так следующий фрагмент ты знаешь что наше интервью которое посмотрела около 3 миллионов человек да а вот здесь вот очень интересные такие сигнальчики ну во первых когда человек трогает висок вообще на лице вот любая зона которую человек начинает трогать она что-то обозначает висок это как знаете оперативная память и часто когда человек что-то хочет вспомнить он вот здесь начинает массировать да вот как-то так чтобы активизировать вот это место и тем самым что-то вспомнить да это вот оперативная память которая ну можно сказать на службе у нас всегда находится да и сейчас когда он говорит ну вот он слушает вопрос да и он пытается контролировать вот с точки зрения вот этой базы знаний до база знаний причем которая находится вот в близком доступе до база знаний есть вот как большая библиотека да а есть та которая вот у нас на рабочем столе находится вот это висок это то что находится на рабочем столе вот настольные книги которые вот здесь и сейчас в любой момент пригодятся для того чтобы ответить на какой-то вопрос и вот обращение именно к этой области лба говорит об этом да она смотрите еще какими пальцами он это делает он держит указательным и средним пальцем указательный это указ указывающий перст до у руководства и средний это дисциплина то есть получается что он пытается немножечко себя вот так вот как бы придержать придержать вот эту информацию которую он имеет да не высказать ее раньше времени а выдать в нужный момент но можно сказать вот как ему то в общем то об имиджи беспокоиться не надо но часто так бывает когда человек пытается показаться умнее может быть да ну вот как то так продемонстрировать свой ум до начитанность там или еще какие-то качества то есть он вот так вот начинает держать и ну сами понимаете выстроить и логическую цепочку из всего что я сказала а дальше давайте смотреть вот он смотрит было заблокировано роскомна на зоне это повеселила стража за пропаганду наркотических вещей а вот здесь тоже очень интересно поглаживает подбородок а это как раз мы знаем что подбородок челюсть да вот он это как раз у нас бойцовские качества да это сила удара это возможность где-то отстоять свою точку зрения да именно активно отстоять да и здесь он радуется тому что вот таким даже ну саботирующим может быть образом может быть он ничего толком и не сделал а его вот это интервью само по себе оказалось ударом против его противников да и он поглаживает челюсть это всегда происходит когда человек считает себя молодцом в какой в каком-то вопросе да и вот он себя хвалит таким образом и хвалит свою челюсть хвалит свой удар челюсть это как удар ударная сила кулак кулак человека да вот он пожалуйста вам и и конечно же тут еще и улыбка пошла да ну то есть он он гордится он говорит я красавчик я очень рад что мне удалось нанести этот удар на ну вот смотрим доволен доволен да прям такая очень открытая улыбка уже пошла потом еще кстати вот обратите внимание еще и кулак сжал то есть для него это вот как человек который ну у него же много таких песен даже до которыми он ну можно сказать бил бил несовершенство нашего ну своего времени до бил но это его удар это его метод воздействия на то что он считает неправильным и ведь его песни на самом деле были всегда очень злободневными всегда для кого-то они до сих пор наверное остаются гимном каких-то вещей да и в общем то для него это успех вот он сейчас вот перед нами человек который достиг успеха ну по сути ничего не сделав да вот дал интервью а на самом деле вот он всей своей жизнью сделал так чтобы вот даже то что он дал интервью стали вот так вот блокировать да вот до такой степени его явно боятся и сейчас вот я удивляюсь как у меня нет не скачивается это видео вообще это это какой-то нонсенс понимаете вот такого ну я не припомню чтобы у меня такое было с кем-то ну с каким-то видео это легко делается через простые приложения да вообще вот ну и не идет и все хоть ты тресни вот понимаете я не знаю что это за мистика но ну может быть у него такая карма может действительно настолько его бояться что не хотят чтобы это тиражировалась у меня же думаешь вот я сейчас мы меняемся местами и как ты думаешь почему на самом деле вас блокирует ну вот я думаю что это андрей макаревич но ты-то как считаешь дело в андреи макаревича или в запретных веществом о наркотиках вообще помню говорили и ну говорили конечно но тем не менее да у нас много таких вещей абсурдных происходит в нашей стране к сожалению и но вот одно одно из них один из примеров пожалуйста вот он пожалуйста мы и посмотрели а дальше тут тоже интересные жесты которые могут быть вам полезны ну вот особенно когда вы ведете переговоры вот 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 сейчас жест который прям очень полезен каждому кто хоть когда-то ведет переговоры там ну или там что-то хочет купить продать дорогостоящие вот пожалуйста вот это обязательно возьмите на заметку и она конечно молодец ты много проводишь у тебя вот есть это такое с ним прямо сидеть менять друг другом по ночам вот вы родители равнозначные или это все вот смотрите как интересно противоречивые жесты с одной стороны он отступает да ну то есть это отступление да но с другой стороны он отступает не прямо ни одним шагом отступает вот так вот перекатывая с телом со стороны в сторону и челюсть поднимает вверх да что говорит о том что вот даже его отступление она показушная на самом деле все не так уж плохо с его там условиями жизни да вот он говорит мы живем в одной комнате ютимся да и отступает такой подыгрывает себе а тело все равно не может удержать вот эту информацию все равно она расширяется и поднимается челюсть вот пожалуйста вам противоречивый жест причем обратите внимание что он челюсть поднимает а сам при этом немножечко склонился даже корпусом да получается один жест на плюс другой на минус потом один жест на плюс другой на минус то есть вот это вот игра разными жестами он хочет показать что он такой бедненький несчастники но тело все равно кричит да нет я я я же шучу с вами я же играю с вами я же говорю неправду да тоже очень показательно а дальше следующий фрагмента давайте смотреть ты имеешь ввиду слово мудачьё и твою цитату о том что это значит что уехавшие алла максим чулпан и еще десятка десятков 5 минут да это россия это россия уехала от вас мудачи вот это потому что россия они они совсем не 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 всех россиян имею ввиду а потому что я убежден что большая часть россиян все-таки все понимает и сожалеет по этому поводу но здесь получается что не совсем он в этом уверен но он опять-таки хочет верить и как помните в первом фрагменте который вот он прям пытался до пытался показать да но все равно вот это вот неуверенность вот это вот отрицание она все равно просится да и ну к сожалению вот здесь вот на слове большая часть больше неуверенности вот он говорит я уверен но при этом качает головой нет вот это как раз иллюстратор который не не соответствует соответственно иллюстратор это то что дублирует нашу речь если он противоречит то это значит что человек либо не не уверен в том что говорит либо он уверен в обратном данному надо вот это донести эту мысль да поэтому вот такая вот история дальше сейчас на ксению хочу чтобы мы посмотрели потому что там у нее тоже очень интересно она знаете вот его ее коммуникационные способности они очень интересно вот за ними наблюдать как она задает неудобные вопросы она при этом очень красиво сглаживает вот эту агрессивность вопроса своими жестами показывая разные там неловкость мягкость подчинения но в но вопросе такая провокация сидит давайте смотреть странно получив деньги за свою работу испытывать какую-то неловкость по отношению к тому кто-то работу оплатил это к любой профессии имеет отношения ну смотри я думаю опять же это не то что я так думаю но просто смотрите опустила челюсть напрягла подбородок как бы отталкивает рукой это не я так думаю если что это вот они так думают это кто-то там мифический так думает но все равно вопросик задает очень очень колкий то я вот пытаюсь залезть в голову тем людям которые пишут все вот эти посты и в общем выступают против я думаю что когда они пишут страна вас кормила они имеют ввиду даже не непосредственно получение денег за работу а то что вот энергетически страна подпитывала героев делала из них героев а герои взяли и как им кажется в трудный момент бросили ну ксения конечно умеет вот казалось бы вопрос да очень острый да она она по сути ему сейчас глаза сказала что ну ты предатель да ты уехал но она это так сгладила жестами что это не вызвало агрессии особой да она как бы в общем то со стороны такой сторонний наблюдатель да дальше следующий фрагмент давайте посмотрим вот дублирование эмоции вот давайте смотреть можешь же быть нормальный человек например за спецоперацию вот это просто его например система ценностей я посмотрите интересный тоже жест который хочу вам на который хочу обратить внимание указательным пальцем закрывает вот эту часть носогубку да что это такое носогубка у нас отвечает за выживаемость за терпение за практичность вот часто люди вот именно с большой носогубкой они умеют подстраиваться под любые обстоятельства причем знаете он они ну вот как бы надолго устраиваются ну даже в самых неудобных в самых каких-то неприятных ситуациях они умеют надолго там как окапываться да и быть своими потому что они очень четко ну можно сказать на перспективу умеют выстраивать какие-то отношения и противоположность это вот у меня в курсе физиогномики до противоположность когда вот это место коротенькая или загнутая человек у него такая немножко инфантильная позиция вот когда длинное это расстояние то у человека взрослая позиция на все да да и даже если он там кстати я рассматривала на одной из передач там предателей там но в советском союзе да и вот у многих из них было вот это вот как раз вот это длинная носогубка то есть человек очень четко осознавал что он за все сам ну за свою жизнь он сам несет ответственность да и вот в каких-то таких сложных ситуациях он принимал ну четкое решение жить дальше до вместо того чтобы там идти под расстрел и там принимал ну становился там не знаю там сс овцем там еще кем-то ну то есть вот вот эти вот решения да по сути это ну как бы это предательство да да но по большому счету это ну вот у человека такое четкое решение было про ну им произведено так вот вот это вот носогубочка у нас отвечает как раз за вот это умение выдержать до выдержать какой-то ну может быть не взорваться до в какой-то момент когда хочется взорваться да потому что ты там несешь ответственность за себя за своих детей там еще за что-то ну то есть умение выдержка по большому счету у человека присутствует и когда человек вот на эту выдержку кладет указательный палец он эту выдержку еще и придерживает да то есть ты взрослый ты должен выдержать ты должен это все стерпеть ты должен это все выслушать да ты не должен спорить да вот вот это вот все как бы вот этот жест ему ну вот он придерживает до придерживает свои эмоции по большому счету вот этой зоне ну антипод это эмоции да вот это наше детское отношение к жизни вот вечный ребенок если вот это место короткое то здесь не хватает этой выдержки и человек как избалованный ребенок я сегодня одно хочу завтра другое а здесь как раз получается что человек говорит себе держись думай думай что сказать взвешено да вот вот это вот очень четко причем смотрите при этом смотрит в фантазии ну для него это вообще ну это понятно что он это не понимает вот эту позицию она для него не близко она для него вообще ну как бы из области действительно фантазии и он пытается представить себе при этом он держит себя вот здесь то есть не выдавай первый же эмоциональный какой-то ответ он понимает что вот этим высказыванием к нему прилетело много хейта и он сейчас не хочет вызывать опять эту волну хейта может быть может быть он ну осознал еще какие-то вещи да и исходя уже из этого опыта он видите как прям четко вот это вот все складывается в один пазл он себе говорит ты взрослый человек давай думай да думай представляя себе как могут мыслить эти люди да ты их не понимаешь да это тебе не близко но ты должен это представить понимаете вот вот как много можно прочитать по жестам думаю что у него все равно все равно какая деформация вот видите и ну и все равно даже при том что он попытался себе представить он говорит все равно какая-то деформация и потом идет вот к виску кооперативной памяти да вот к настольным книгам да к своим которые у него в распоряжении до открыты и он говорит нет у меня нет такой информации у меня на моем рабочем столе я не знаю может быть где-то в библиотеке это и есть но вот у меня тем чем я пользуюсь вот тем объемом информации который лежит передо мной то что я там ну скопил вот это вот все чтобы этим пользоваться в моей картине мира этого нет и к сожалению я не могу найти информацию которая бы ну вот объяснила эту точку зрения для меня это не нормально говорит он и дублирует это жестом не может быть нормальный человек за массовое убийство граждан понимаешь вот видите и посмотрел в область ощущений когда говорит нормальный человек то есть для него есть определенные вот ну то что он может определить да вот для него какие критерии нормального человека и для него это не понятно да вот он все-таки попытался хоть тут найти ответ на этот вопрос но все равно как бы нет у него ответа не может это уже ненормально но на это скажет что на любой войне есть же лари выставил лоб там брови свел то есть это злость этому кстати на эмоциях тоже там злость уже у нас была дальше и чем может все угодно видите перебивает вот отклоняется уже раздражается раздражается держит колени колени как мы помним это гордыня чувство собственного достоинства это ну то есть для него это вообще неприемлемо и он даже от этой информации отклоняется как как от удара он бережет свою гордыню до гордость ну чтобы эта информация не проникла в него ну то есть у него вот здесь уже по сути знаете вот как в драке до чтобы меньше этот удар нанес каких-то повреждений понимаешь пусть он говорит но я считаю что это ненормально но ты понимаешь это же все наши точки зрения да и есть люди я убеждена которые искренне считают что ну как нацизм с ним надо бороться и нельзя оставаться в стороне когда на донбассе людей убивают и они эти люди но вот как бы с искренним убеждением и в общем кто-то даже туда едет рискует жизнью ради этих убеждений я не берусь давать совета на нацизм существует в каждой стране в том или ином количестве россия не исключение если бы меня спросили совет я бы им посоветовал сначала в своей стране с этим нацизмом разобраться здесь я его возьму на себя смелости я его поддерживаю на сто процентов вот это вот прям золотые слова да конечно знаете много его утверждений я бы разобрала на цитаты потому что действительно он говорит здравые вещи в отношении этого нацизма действительно вот кто оголтела у меня там в комментариях пишет по поводу того что дэна цификации и всякая бла-бла которая там якобы совершает российская армия у себя разберитесь сначала да и ладно в общем вот такая вот история вот кстати по поводу вина я когда буду сейчас разбирать еще и формулы души этих молодых людей да вот этой парочки так вот по поводу вина там очень интересная история которую я усмотрела у них формулах души но давайте сейчас посмотрим на реакции тела свином тоже здесь вот эти чудесные все винодельни они как правило очень небольшие наградники небольшие выпуск у них и на небольшой смотрите вот действительно вот где иллюстратор и соответствуют тому что он говорит вот имейте в виду иллюстраторы это те жесты которые иллюстрируют нашу речь и будьте очень внимательны если он говорит небольшие и руками он как бы вот он не расширяется он действительно дает определенный объем до какой-то средний можно сказать но не расширяет руки вот тут действительно речь идет о небольших объемах если бы он там говорил о том что у него там часто бывает так что человек говорит о том что он там расширяет там производство от сам рук руки наоборот собирает вот это повод для того чтобы задуматься и усомниться в том что человек говорит правду твой мы пока делаем очень небольшой выпуск но направлено на то чтобы познакомить вообще людей с тем что у нас получается отзывы на счетчик день твучу очень хороший акцентирует внимание смотрите вот это вот тоже интересный жест когда человек вот так собирает он как бы вот крупицу какого-то здравого смысла вычленяет из своей речи и дает вот вот именно этот посыл да обратите на это внимание как бы говорят его пальчики которые вот так вот сводятся адам и следующий фрагмент нет это лубочный сайт там в два столбика на этом сайте показаны люди которые против спецоперации у них такая цветная фотография значит а слева в другом столбце в черно-белом фотографии людей тех кто за по поводу этих двух пальцев мы уже с это обсуждали я не буду повторять вот есть еще отдельный столбик ну то есть эти которые черно-белые они как бы типа не люди и еще есть отдельный столбик молчунов так называемых вот это ведь отвратительно это отвратительно но представь себе вот две семьи живут в коммунальной квартире у них общая кухня в один прекрасный день одной семье раздали пистолет искали дети в кого попадете стрелять мир и дружба там на на второй день не восстановится понимаешь да вот здесь я тоже с ним согласна как ни крути вот он как поэт который умеет емко выражать свои мысли а еще вот у него формуле души очень интересный такой момент обратите внимание вот на этот центр а сейчас я себя уберу я перекрыла все на свете вот так вот да обратите внимание вот на этот центр это луна и уран значит смотрите уран он отвечает за интеллект за какие-то прорывы кстати уран он же и пограбитель астрологии но это вот какие-то новые введения до новые какие-то открытия научные да это интернет кстати тоже это вот средства массовой информации вот прям такие уже мощные и получается что здесь у него конечно это нулевая планета но обратите внимание что она вот они вместе с луной а луна это душа это эмпатия и получается что для своих прорывов он черпает ну можно сказать информацию черпает опыт жизненный именно вот из каких-то душевных наработок да из каких-то душевных как вот то что он пережил до луна это как раз вот за отвечает за такую безусловную любовь да и вот то что он в жизни там с кем-то пообщался и какую-то накопил какое-то количество энергии он преобразует эту энергию в информацию и этой информации можно сказать вот покоряет мир и кстати обратите внимание у него очень мало баллов вообще всего 19 баллов вот казалось бы чем он берет с таким количеством энергии это ну редко ну хотя в принципе почему бы и нет да я просто к тому что ну вот многие у кого немного энергии думают что там у меня мало энергии мало шансов быть известным там еще что-то ну вот вам пожалуйста человек стал известен благодаря я думаю что вот этому центру понимаете вот отчасти вот это вот мудрость внутренняя мудрость которую он смог преобразовать вот в этот уран до проработать причем я замечаю что у многих поэтов как раз трансурановые планеты они ретроградные вот человек сам с собой борется он сам в себе пытается разобраться и на этом у него появляется какое-то количество энергии понимаете как это взаимосвязано интересно дальше второй центр у него тоже очень интересный это меркурий и юпитер причем юпитер опять-таки нулевой ретроградный о чем это говорит о том что в социуме его не особо и ждали да он идет наперекор социума он несет ну можно сказать какие-то крамольные мысли да но вот так совпало с тем временем в котором он появился до что как раз вот был спрос на так на такой вот продукт да и получается что вот это вот его революционность до его вот это вот непохожесть на других она сыграла хорошую ну стало можно сказать энергией да для того чтобы ему стать известным и при том что его как бы социум не ждал у него хорошо подвешен язык хорошо хорошие интеллектуальные способности он там начитанный там еще что-то на но и поэтому получается что в любой ситуации он мог себя хорошо ну меркурий это и про то чтобы себя продать преподнести и уболтать кого-то чему-то научиться да вот вот это вот получается что социум не хочет меня да но я всегда всех уболтаю вот такой вот интересный такая комбинация да опять таки позволила ему стать известным да вот здесь вот такая вот мудрость из глубины души которую он преобразовал в какое-то новое направлению ним не в новое а в какое-то свое направление и плюс вот это вот умение уболтать даже при том что как бы и нет никаких социум не хочет посмотрите социальных планет всего два балла это вообще вот у гитлера да по моему там всего два балла то есть он он такой отшельник по своей натуре ему не важно вообще что о нем думают просто потому что он знает что о нем всегда плохо думают и это так и есть в общем то он что-то делает и все равно публика вот все его действия получается что переворачиваются и воспринимаются превратно вот это вот как раз социальная планета 2 балла это вот сложности вот социумом как раз да и что еще по нему интересного но не буду его полностью разбирать больше интересно с точки зрения их совместимости мне знаете я когда смотрела на эту пару я думала вот не знаю как вы но я ловила себя на мысли девчонка совсем молодая что она с этим ну престарелым да казалось бы дяденькой делает в общем то у нее все не так уж и плохо девочка умная женщина до умная образованная деньги есть все как бы есть да зачем ей этот макаревич нужен поэтому мне было очень любопытно посмотреть на их формулы души и на их нумерологию но с точки зрения их совместимости действительно ли там настоящая любовь или там идет какая-то отработка и давайте посмотрим вот с ее стороны вот ее формула души и в общем то так сейчас я себя куда мне себя сейчас я себя уберу сюда адам с ее стороны мы видим что что говорит о том что она вот почему она вышла замуж за взрослого человека но я предполагаю что видите какое большое количество ретроградных планет вот по всем этим планетам ей нужно находить каких-то учителей да и ей нужно находить людей более опытных и вообще вот когда есть ретроградная планета человеку хочется общаться с теми людьми которые возможно имеют больший опыт жизни да и могут им в чем-то подсказать куда им направляться да как им прорабатываться поэтому ей ее скорее всего и тянуло на людей более взрослых более опытных потому что они несли с собой какой-то ну вот какую-то возможность ей напитаться какой-то информации да это первый момент второй момент давайте посмотрим что ей нравится в мужчинах а вот смотрите на орбите меркурия и на орбите марса у нее находятся две планеты обе причем ретроградные это юпитер ретроградный и нептун ретроградный юпитер ретроградный это значит что ей нравятся все которые мужчины которые как бы не от мира сего которых отвергает социум так давайте посмотрим а у него как раз юпитер ретроградный в центре формула он и есть такой мужчина который ей нравится но у нее две планеты здесь до 2 планета о чем говорит от здесь нептун тоже ретроградный это кстати часто бывает когда женщина ну нацелена на то чтобы мужчина был с одной стороны вот он уходил в какие-то нереальные фантазии да вот эта психологическая глубина причем знаете не всегда адекватная не всегда она ведет туда куда надо это возможные какие-то увлечения там специальными веществами до которые уходят уводят человека в мир грез нереальностей это алкоголизм в конце концов поэтому вот когда ретроградный нептун стоит на вот этой орбите то велик шанс того что женщина найдет себе какого-нибудь мужчину с алкоголической зависимостью на но давайте посмотрим что же у нас на вот у андрея да а смотрите а у него на орбите венеры это то таких женщин он ищет то какую женщину он полюбит у него там целых три планеты и одна из них тоже нептун то есть он ищет но у него хорошо что нептун не ретроградный то есть он ищет тоже женщину которая будет его уводить в мир мире ну какой-то нереальный мир да в мир фантазий то но это про фантазии про знаете глубокую какую-то вот глубокие эмоции да это психологические какие-то наклонности у женщины должны быть да но это тоже может вот в каком-то аспекте до влиять на то что тоже алкоголизм да вот алкоголизм привлекает и вот ну выпить с женщиной вместе до чтоб можно было выпить поговорить по душам вот это вот его тоже это влечу получается что вот на этом они очень здорово сошлись но с другой стороны вы посмотрите как они интуитивно нашли занятие которое вот прям удовлетворяет можно сказать сублимирует их вот это на вот эту направленность на то что они оба сейчас вот в этом ну в бизнесе с вином да получается это же прекрасная возможность продегустировать например вино да это же не алкоголизм это по большому счету ну помощь бизнесу да и вот обсудить это все да и посидеть за за рюмочкой да то есть получается что они оба вот на это ну бессознательно к этому тянутся и бессознательно они это нашли друг в друге потому что ну оба для них для обоих это очень ценно чтобы ну вот у нее мужчина был связан с этим да а у нее у него женщина тоже должна в этом разбираться да вот вот в этих разных способов способах ухода от реальности у него еще запрос какой на женщину получается плутон давайте посмотрим у нее плутон на орбите меркурия то есть она себя показывает такой да показывает вот в социуме когда она себя презентует меркурий это про сама презентацию и она как раз презентует себя как человек который ну вот по плутонской энергии да это сексуальность это пробивные способности это революция да вот какие-то там смелые решения руководство большими какими-то компа корпорациями то есть вот это вот пробивная способность ее которую она в социум ну вообще вот так как она себя показывает она очень импонирует андрею да и еще что для него важно чтобы еще и марс то есть вот здесь вот получается и плутон и марс это как раз мужские такие пробивные энергии ну ему нравятся такие мальчика подобные женщины в общем то и здесь марс где у нее у нее марс находится на орбите венеры то есть она как раз себя как женщину показывает вот с точки ну как как мальчика до в какой-то степени и для меня сначала было неожиданным как какой-то странный комбинезон вообще совершенно не женственный я понимаю что она только родила да но могла бы найти какой-то платьице да там ну как-то девочку из себя показать а нет конечно же если на орбите венеры сатурн и марс так конечно же для нее это естественно носить вот такие вот какие-то бесформенные полу военные одежды да и вот в этой кепке ну то есть вот делать из себя мальчика а ему это как раз нравится понимаете вот они нашли друг друга по формуле души они прям реально друг друга нашли ну и у нее побольше энергии это тоже хорошо особенно для него сейчас в возрасте он то в общем то и раньше не блистал особо энергии да он за счет того что там нашел какую-то интересную жилку в себе да и вот он ее развивал благодаря этому стал популярен да но смотрите получается у него социальных 22 балла и у нее социальных 3 балла то есть они не нуждаются в том чтобы выходить в свет чтобы показывать себя людям им комфортно вот своей вот этой вот не скажут своей какой-то в своем помещении да вот где они проживают им очень удобно они друг с другом в общем то нашли две родственные души и это очень здорово ну то есть я получается себе ответила на вопрос почему она с ним да в общем то вполне резонно почему она с ним и еще я посмотрела по нумерологии тоже очень интересно смотрите как хорошо что ее данные были значит что касается его то его душевное побуждение четверочка да ну кармическая не кармическая это уже неважно главное что вот 4 да у нее же день рождения 4 то есть получается что и и и жизненный путь еще у нее 4 то есть она для него идеал причем знаете вот ей можно менять фамилию сколько угодно все равно он будет ей восхищаться она для него идеальная женщина что касается ее вот она со своей фамилией кляйн получается ее душевное побуждение пятерочка а его жизненный путь пятерочка то есть ему можно менять фамилию но все равно он останется для нее идеалом смотрите какое шикарное сочетание единственное чего делать нельзя ни в коем случае ей брать его фамилию смотрите получается что у нее тогда душевное побуждение становится 4 да еще и кармическая 13 как и у него вот такая вот прям кармическая связь она ну вот когда душевное побуждение одинаковое у обоих партнеров да еще и кармическая это приводит к ну на начальном этапе это страсть но потом в дальнейшем страсть как вы знаете живет три года отношения основанные на страсти не более трех лет потому что люди просто себя исчерпывают и ну вот всегда на этих высоких вибрациях невозможно надо вот как то чтобы было вот так как у них вот по этим вот параметрам да вот здесь идеально вот здесь уже будет перерасход энергии и в итоге это может привести к тому что они устанут от этого перерасхода ну то есть вот эти страстные отношения это выяснение отношений там еще какие-то вещи поэтому ей очень важно сохранять свою фамилию да они в отношениях и это добавляет им какой-то частички страсти да да действительно у них и страсть есть и совместимость вот это как раз та пара которая нашла друг друга я очень рада за них и кстати если вам интересно разобраться в своих отношениях в своей жизни под видео там есть ссылочка нумерологии есть формула души если интересно можете на консультацию ко мне записываться в общем вы можете тоже в этом разобраться вполне но вот по андрею и и над я думаю что очень исчерпывающий вам ответила и думаю что у вас тоже возникли такие вопросы не знаю может это я такая старуха шапокляк который было сначала когда я увидела эту пару блин ну слишком большая разница в возрасте ну что это такое дает прям до неприличности да а когда я посмотрела их совместимость вот это действительно совместимость меня очень порадовала и дай бог чтоб у них и дальше чтобы они еще детенышей нарожали это это очень здорово это очень радостно да дай бог им счастья и здоровья но что касается его позиции я понимаю что не все ее поддерживают может быть вы кто-то из вас хотел какого-то разгромного разбора но вот извините мои дорогие но я к сожалению или к счастью придерживаюсь той же самой позиции поэтому вот такой у меня сегодня можно сказать однобокий разбор можете мне что хотите говорить по этому поводу я уже привыкла да поэтому в общем желаю вам хорошего продолжения дня надеюсь что он у вас сложится так как вы хотите если вам понравилось это видео не забывайте поставить лайк напишите свое мнение еще раз я благодарю ольгу за то что она прислала это видео спасибо большое всем кто откликнулся на мой слезливый пост когда я обратилась к вам чтобы вы помогли мне скачать это видео ну как видите у нас все получилось люблю вас всех очень сильно пока пока